А вот подкосил ей зарохли. Не знаю видно или нет, но вот эти вот части, допустим, они мне по грудь идут. Естественно, проходил взад-вперед, они загибаются, и выставлено у меня максимально 7,5 сантиметра. Ну, как видно, аккумуляторная газонокосилка, даже лучше, чем такая же Makita. Такая же мадрия, конечно, другая, бензиновая. Она на таких зарослях у меня просто глохла. Субтитры сделал DimaTorzok Сама газонокосилка. К ней прилагалась зарядная вот она такая, сразу на два аккумулятора и два аккумулятора. Состояние козьбы, максимальная высота, минимальная. Сборник. Вот накладная, обошвательная мне 17102, плюс доставка с деком 1107-то было. Обращение довольно простая. Вот сбок делаем, меняем высоту. Козьбы меняется сразу у всей. Вверх уже неудобно одной рукой. Вот сюда у нас аккумуляторы идут. Вот они снимаются. Обратно одеваются. Тут на ручке можно увидеть заряд при нажатии. Потом загорает. Включается тоже просто. Перо нажимаем красную. Потом вот эта красная. Никакого масла, бензина, ванизма. Уровень шума, естественно, ниже. Травосборник. По эксплуатации. Если травосборник будет полный, забивает, кстати, он не битком. Газунокосилка может заглохнуть. После того, как мы его очистим, то она может не завестись, потому что у него стоит какая-то защитка. И вот надо будет убрать этих вот концов. Также здесь может забиваться, начать, и она будет гухнуть, когда аккумулятор уже слабенький. К концу подходит. Если участок у вас не маленький, то следует иметь запасной комплект аккумуляторов. Потому что одного комплекта вам явно не хватит. Насколько будет хватать одного комплекта, вопрос спорный. Потому что зависит от высоты травы, густоты ее. Поэтому, чтобы не было простоев, лучше иметь второй комплект. ПОДПИСЫВАЕТ